Депутаты, общественники, главы муниципалитетов. Аншлаг в зале объясним. Основной вопрос, главный финансовый документ. Этот большой пирог и есть краевой бюджет. Доходы 90 миллиардов, расходы 95. При ближайшем рассмотрении не такой большой. Но плюсы очевидны. Главная цель – социальная поддержка. 85% всех расходов пойдет на образование, здравоохранение, развитие транспортной инфраструктуры. Увеличить фонд оплаты труда бюджетников планируется на 8%. И этого сошлись во мнении представителей почти всех фракций недостаточно. Готовы кардинально пересмотреть позицию, понимая, чтобы восстановить кадровый голод в территориях. Поэтому мы выходим с ассоциативой. В первом параметре понимаем, что есть источники, как это кратно увеличить. Ко второму чтению единороссы сформировали 11 предложений. Среди них увеличить дотацию на сбалансированность местных бюджетов, на ремонт сельских домов культуры и, чтобы территории развивались, рассмотреть возможность заимствования из федерального бюджета. Перераспределять собственные средства предложили депутаты «Справедливая Россия». Есть такие статьи расходов, как общегосударственные вопросы или средства массовой информации, которые в наш век научно-технического прогресса, информатизации, можно было бы минимизировать траты. Например, не издавать «Алтайскую правду» в печатном виде, или международное место самоуправления. Все равно их никто не читает. А в электронном варианте… Сократить расходы на управление на 5-7% и денег станет больше, посчитали коммунисты. К слову, проект в таком виде эту фракцию не устроил. Рост в украинском центре тоже не предусмотрен в течение трех лет. Для «Алтайского возможностей» это негативный факт. А есть предложения, не поддерживая данные на проект бюджетов. С тем, как будут голосовать, депутаты фракции ЛДПР определились только сегодня. Высдержались в надежде изменить точку зрения ко второму чтению. И с предложением создавать новые эффективные рабочие места и повышать должностные оклады. Если мы оценивали прошлый бюджет как бюджет застоя, то этот бюджет мы готовы оценить как бюджет умеренного развития. Мы считаем, что нам нужен бюджет с более прогнозными и цифрами, и результатами. Но даже оппозиция сегодня звучала не столь категорично, как раньше. Подчеркнув, впервые за много лет краевая власть внимательно относится ко всем замечаниям. Большинством голосов 52 за, 4 против, 9 воздержались. Главный финансовый документ края в первом чтении приняли. Ко всем предложениям, которые есть, подойдем абсолютно внимательно, всесторонне. Потому что они каждый имеют большое значение, может быть даже какие-то небольшие темы, но для конкретных людей, для конкретных организаций это очень важно. После утверждения федерального бюджета во втором чтении станет известно, какую точно сумму дотации получит Алтай. И уже на ноябрьской сессии депутаты приступят к постатейному распределению частей большого пирога под названием краевой бюджет. Евгения Даровская, Александр Антропов. Наши новости.